всем привет с вами снова не агара и мы продолжаем 25 эпизод сладкого флирта может быть говорит ирис это будет чем-то вроде ярмарки это не про мероприятие которое не узнали точно нас попросят стоять за стендами и все приглашены будут играть и что-нибудь есть было бы здорово но эта информация навряд ли поможет нам продвинуться в написании статьи ты не веришь наши дедуктивные способности я другое объяснение не вижу любом случае нам нужно уже сейчас начинать писать а то мы никогда не успеем мы можем остаться здесь это будет более разумно мы провели много времени в классе все приложили руку к написанию статьи в конечном итоге было весело я согласилась взять статью к себе домой принести на следующий день нам не удалось полностью закончить и уже начинало темнеть розалия должна была встретиться с леем и рис пойти в музыкальный кружок мне нужно было найти борису купить халат до ухода мне лучше будет пойти спортзал борис давно уже должен был прийти тогда тупо спортзал узнать надо дичу купить так всегда радостный мады мазель не агара вы пришли чтобы быть во все оружие для урока химии да это так вот здесь посмотреть халат ну и прикид ладно подтверждаем 125 подтвердить я отдала деньги борису взяла халат моего размера я должна вернуться домой но может мне до этого немного прогуляться мне необходим свежий воздух пойдем погуляем кентин что-то пьют на террасе привет не агара ты сидишь здесь полном одиночестве можно я к тебе присяду неплохо прийти сюда после школы не знаю почему об этом раньше не подумал а можно я присяду и если хочешь класс ну что нового денек выдался не из легких мне пришлось побегать чтобы написать статью так день выдался долгим изрядно побегать чтобы натихала для работы хороший был день тюрика с тобой он стал еще лучше ахахаха ну конечно этот вариант я думаю ему больше понравится а мило с той стороны мы улыбнулись друг другу ты хочешь что-нибудь выпить и какой напиток ты предпочитаешь ах не стоит отрицательный ответ не принимается конце концов и согласилась на стакан фруктового сока мы продолжили разговаривать течение час обо всем и не о чем я должен идти мне нужно кормить куки как он кстати я совсем не жалею что завел его с появлением собаки в доме атмосфера поменялась стал гораздо веселее должно быть странно значит все разрешилось я представляю тебе так повезло я знаю мне нужно идти до завтра до завтра май май до завтра пока я потупала к себе домой хорошо вернуться домой мне нужно приготовить вещи на завтра так я точно ничего не забуду я сложила свой халат положил статью для пайки я должна сказать родителям сколько потратила на халат я вышла в коридор чтобы спросить мама сможет ли она мне вернуть деньги за халат она разговаривала по телефону кажется это была тетя агата и кажется она была на взводе ты представляешь кроме того что это серьезно отразится нашем бюджете я надеюсь что хотя бы это будет стоить того действительно не так давно моим родителям пришлось оплатить дорогостоящий ремонт машины после аварии может это не самый подходящий момент чтобы попросить деньги попробую в другой раз на следующее утро проснулась не совсем приятным ощущением не знаю может ли быть это причиной мадам дуланы я уже страхом думаю занятий научном классе идти в школу ладно перед подходя к школе я увидела приближающуюся к входу лизандра сандр добрый день ага ты как не слишком нервничаешь перед руками химии ты меня знаешь я не из тех кто легко поддается стрессу аха да это правда какие варианты большими так любом случае надеюсь что будет сидеть рядом с тобой не так будет спокойнее надеюсь что закончу статью для пэги для начала занятия это будет слишком поздно так надеюсь что у нас не писать вместе а то наш стол превратится поле сражения про статью скажу я надеюсь ее закончить отработать школьной газете и совсем просто мы с розыри с алексей арминым заключить что-то вроде пресс-пэги если у нас получится сдать хорошую статью до вечера то она вернется редакцию журнала она разве перестала писать с того момента как и застукала директриса учительский у него появились сомнения в своем призвании иногда я сомневаюсь что мы с лизандром учимся в одной и той же школе кажется я об этом что-то слышал и про что ваша статья я предпочитала бы об этом пока не говорит и прочитаешь ее в школьной газете я бы хотел на нее взглянуть краем глаза наконец мы вошли в школу мне лучше найти алексе армина и девочек чтобы дописать статью так ну чё они муж в классе а не туда классе б ну вот и ты наконец я не знала где мы должны были бы встретиться ты не забыла про статью нет нет если мы примемся за дело сейчас то успеем закончить курок у химии отдадим статью пэги тогда за дело оказалось что у нас статьи еще пришлось поработать каждый хотел приложить рук в результате не все сошлись во мнениях таким образом правка статьи заняла больше предвиденного времени мы только успели закончить как уже было время идти на занятия нам лучше поторопиться ты возьмешь статью с собой не агара да хорошо пойти научный класс ладно прям со статьей пойдем ясно косипорит она чем с ней мы вышли в класс старая сделать как можно меньше шума кажется теперь все побаиваются учительницу химии всем добрый день прежде чем начать трое занятие мне бы хотелось чтобы вы все надели халаты соблюдая при этом тишину спасибо все ученики начали перешептываться передавая друг другу халаты но у меня есть он все спасибо я одела его уже вы теперь так теперь вы все готова могу раздать вам результаты тестирования все ты затеяли дыхание миссия натаниэль с мадемуазель эли душу такая я взгляну на натаниэля у него был не очень счастливый вид мадемуазель ирис миссия алекси повезло ему не хотя бы будет царить хорошая атмосфера за столом миссии лизандерс мадемуазель капусин достаточно необычная пара интересно как сложится их отношениям мне пришлось сделать одно трио за этим столом будут сидеть мадемуазель пеги шарлотт и виолетт далее снова пара из миссии кастель и кентина ухты кенте не очень доволен кастель остался невозмутим мне кажется учительницы нужно пересмотреть результаты тестирования получили странные результаты мадемуазель амбер пожалуйста только не со мной смеси армином а я с кем армин раскрыл рот как будто хотел закричать но алексей наступил ему на ногу чтобы заставить замолчать а сделайте мне тоже трио с кастелем и кентина армин и амбер поверить сложно куда катится мир в любом случае теперь осталось не так много народа мадемуазель не агара с мадемуазель розалией ой ну все супер класс даже не верится я напрасно волновалась роза посмотрела мою сторону широко улыбаясь нам очень повезло по сравнению с остальными и наконец мадемуазель ким с мадемуазель мелоди все теперь вы можете рассесться по парам соблюдайте тишину спасибо я села рядом с розой хорошо сегодня мы попробуем получить аспирин путем синтеза все инструкции будут написаны доски я пойду придам чтобы проверить как вы справляетесь а пока вы можете подойти за необходимым оборудованием все пары подошли чтобы взять себе колбу горелку бунзена и другого оборудование название которое уже не помню учительница вкратце изложила нам цель эксперимента мне сложно было все понять как все сложно нам нужно внимательно следовать инструкциям доски если мы хотим чтобы нас хоть что-то получилось речь идет о проведении органического синтеза и вам придется следует протоколы проведения экспериментов тук тук мадемуазель делона закатила глаза что еще это такое учитель форес со смущенным выражением лица зашел в класс простите что прерываю ваше занятие мадам делонем в чем дело это по поводу бумага в вашем переводе мадам шарманский хотел бы вас видеть с этим нельзя подождать вы видите что мы пытаемся провести эксперимент мне кажется что мы хотим вас видеть незамедлительном порядке мадам долны глубоко вздохнула не скрывая своего раздражения хорошо надеюсь это не займет много времени она повернулась ко всем ученикам я вам разрешаю провести первые три этапа мое отсутствие быть осторожны с этаном гидридом он очень едкий постарайтесь избежать его попадания в глаза и не трогать его пальцами это очень обнадежно в том классе есть старосты на тенели мелоди подняли руки очень хорошо я хочу чтобы вы следили за дисциплиной в классе надеюсь не разочароваться по возвращении она вышла из класса об сопрождении учителя фореса в классе выцарилась тишина которая длилась его несколько секунд все вдруг начали разговаривать пожалуйста успокойтесь нам нужно следовать указаниям мадам долны приниматься за работу черти что она хочет чтобы мы работали с ним даже нет кассе чтобы нам помочь я не собираюсь ничего делать ты я надеюсь не рассчитываешь что я буду делать один а почему бы и нет все пары иначе разговаривать некоторые ссорятся на тенели мелоди упустили руки может нам нужно уже начать работать как думаешь если так надо итак сухой колбой положить 5 5 грамм селициловой кислоты для меня это настоящая китайская грамота ой для меня тоже да нет смотри это колба это кислота какая то на нее должно быть написано мы все таки попробовали начать эксперимент но скоро мы оказались тупики не все инструкции нам будет понятно и как оказалось мы были не одиноки в данной ситуации ноги поднялись из стола чтобы посмотреть что делают остальные бесполезно продолжать мы только натворим глупости нужно подождать возвращение учительницы ты уверена мне кажется что нам все же нужно попытаться мне не очень нравится работать с тобой не складывается ощущение что тебе наплевать и к тому же все вокруг гласят от отбивать желание работать ну а на c точно не вижу причины сидеть без дела за столом пойду пройдусь по классу интересно как у других обстоят дела с экспериментами пойти к риса алексия ну-ка чё они там делают как только я могу быть такой неуклюжий что здесь происходит и рис решила пошутить развела наш раствор это не смешно и все испортила чё страшно это даже оживил обстановку на твоем месте рис я бы оставила перчатки чтобы все это убрать вашего раствора немного странный вид правда лужица на их столе начала пузыриться я не уверена что это хороший признак подожди я тебе помогу я им тоже помогла с уборкой прежде чем продолжила свой обход ну-ка стиль чё там делает ой ну не трясись как осиновый лист а то прокинешь мензурку я не трясусь понятно позволь мне самому это сделать кентин кажется не лучшей форме ты пришла нам помочь доска как ты ее называл спокой стирай по любви в этом нет ничего плохого нет все таки немного есть но я уже привыкла кстати как у вас продвигается эксперимент мне кажется что мы довольно неплохо справляемся легко говорить даже ни разу не притронувшись к оборудованию за последние 30 минут ты чем-то недоволен на самом деле кастель ты перегибаешь палку так конечно если ты так просто позволяешь сидеть у себя на шее кентин это он обидится такой ситуации мало кто станет довольным это не очень вежливо с твоей стороны так делать ему замечанием даже не знаю ну ладно ты перегибаешь палку и не говорим хватит я тут ни при чем мне казалось что это будет спокойнее работать что ему будет спокойнее вот в одиночестве да конечно не скорее всего правило их пакет ситуации становится напряженной паги сверли от стоят в углу класса подойти к паги что здесь делаете у вас у нас вежливо добрали на что он невозможно работать что он у кто догадайся я посмотрела на стол с которым села три человека а мы релею селись на стуле погибели это болтали шарлот они перешли все грозеницы дозволенного это все по моей вине осталось то что поговорить с алексей а паги подошла за мной пошла за мной это не оправдание если не хотят поговорить то могут это сделать другом месте ты права пойду скажу им что посвободили место может не стоит из-за этого так нервничать никто не нервничает мы будем разговаривать как взрослые люди паги направилась в сторону отской троицы на девочки нам свои лет хотелось бы заполучить обратно наши рабочие места вы можете пойти разговаривать другое место ой да здесь полно мест тогда вам не составит труда найти другое место для общения ладно ладно мне зачем так нервничать что за балаган заметить все свои места немедленно ух перемена закончилась я вернулась на свое место ваше поведение меня очень разочаровала не казалось что вы должны были быть более ответственными для вашего возраста принимайте за работу даниэль подниму руку вы староста класса не так ли я поручила вам следить за дисциплинами отсутствия но по всей видимости вы на это не способны прошу прощения большинство учеников возникли трудности так как они не очень хорошо поняли инструкции проведения эксперимента что объясняет этот шум пожалуйста не могли бы вы объясните еще раз мадам дэлоне посмотрел на него как будто он был законченным идиотом потом она переформулировала инструкцию но это от этого нам не стало легче как только ее объяснения закончились она начала ходить по рядам чтобы проверить как мы справляемся заданием как вдруг что-то творишь в меньший огонь поставь это на место ты вытворяешь черт знает что мерзкая я не сразу понимаю что произошло пока вас он начал распространяться дым амбэм и армян так и подскочили на стульях от шока даже мадам дэлона побледнела о боже сохраняйте спокойствие сейчас будет проведена эвакуация класса эвакуация дым становился все более густым не бегите выходите спокойно мы неожиданно зазонял пожарная сирена заставь но в подскочить всех от страха у нет сейчас начнется пожар сваливаем отсюда я здесь больше ни на секунду не останусь а я не хочу умирать капусин было они не цены кто подвергся панике видео как виолет схватилась за рука в пыгере за алекси пожалуйста без паники сохраняйте спокойствие они с мадам дэлоне встали у выхода чтобы проконтролировать хоть эвакуации класса ставьте свои вещи все во двор идем мне наконец удалось подняться отправившись от цепенения проходя мимо стола амбер армина и видео как их инструмент покрывается слоем черной пыли так топать во двор нам сказано дым начал распространяться по коридорам я хочу домой без паники это не пожар а просто большое количество дыма лучше не забиваться по углам чтобы не надышаться дымом проходите не задерживайтесь на месте идем 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 глазам не верю эта шутка что штука взорвалась прямо у нас под носом все по твоей вине ты это серьезно двигайтесь отсюда у нас будет время поговорить об этом когда все мы окажемся на улице а у меня найдется много чего сказать кстати неплохо из этого статья могла бы выйти что с тобой нет ничего я вы что углохли проходите статья для пеги оказалась классе если она потеряется по той или иной причине то больше все наши старания были впустую из класс уже приближался к выходу во двор и осталось стоять как опытная нерешительности блин переписать что ли потом статью про ссору этих я не знаю про взрыв я вернусь чтобы найти статью если вижу там слишком много дыма то пойду обратно глупо будет вернуться в класс и присоединюсь к остальным ладно пошли че ну здесь все так же дымно но передвигаться по классу смогу у меня получится забрать статью я задержала дыхание проходя сквозь дым к моему столу начала рыться в своих вещах но из-за дыма я не могла чуть ли видеть что я делала только не то где она может быть я наконец удалось просунуть руку в карман моего халата внезапно у меня закружилась голова и мне с трудом удалось перевести дух я почувствовал как у меня начало першить горли больше здесь оставаться нельзя мне нужно подышать свежим воздухом я вышла из класса ты что не агара нет клянусь тебе какому хотя укусила я я чувствую себя глупо не знаю что ему ответить о постар они прям за меня переживают мальчики взяли меня подруги помогли спрятиться по лестнице несмотря на то что они слишком рьяно взялись меня спасать меня хочу чувство покоя уверенность в том что теперь рядом с кастером и лизандром со мной же ничего плохого не может произойти мы поспешили выйти на свежий воздух побежали отсюда приятно оказаться на свежем воздухе когда я вернулась сопровождение мальчика все остальные на нас как-то странно смотрели чего были это все по моим видимо дам и вернулась класть чтобы кое-что забрать мальчики просто хотели помочь мне выйти вы совершенно безответственно с вами хотя бы все в порядке да все нормально я пробыла там совсем недолго и слушать ее у нее настоящий талант протягивать неприятности лучше сами проверьте что с ней все в порядке эй я все еще здесь и мне лучше знать все ли со мной в порядке я пошла вслед за остальными учениками выходившими из школы не так быстро он потянул меня назад и взял за руку пока существует вероятность того что ты можешь потерять сознание ты никуда одна не пойдешь говорю тебе отлично себя чувствую мы вышли за пределы школы выйдет из школы директрица сразу же направилась к там ссори что-то она заложила что произошло сегодня не было предусмотрено учеба эвакуации это не учебная эвакуация я бы сказала мы были вынуждены принять меры предосторожности как улицу меры предосторожности что вы имеете в виду я точно не знаю как это произошло но могу сказать наверняка что раствор двоих из моих учеников взорвался простите мадам дала на попыталась объяснить все что произошло директрисе всем остальным сложен но спокойно устоять на месте нас не должны составлять выполнять такие сложные задания не могла получить ужок или что нибудь более серьезным так это сказать что это ты представляешь опасности от наблюдала за вами с брюнетиком вы смешивали раствора не пойми как это все по ее вине она слишком сильно нагрела горелку я так не думаю думаете нас отправят по домам после всего что произошло не думаю ведь пожара не было так что я не хочу возвращаться в школу дышать дымом я впервые вижу капюзин таком состоянии в любом случае нас не должны отправить в тот же класс с точки зрения логики а воспользовавшись общим оживлением решил спокойно присесть прийти в себя кастер все рядом со мной иногда я перестаю тебя понимать что тут поделаешь я девушка непростая даже сказал с сути дальными наклонностями закатила глаза я знаю что это было глупо но мне нужно было забрать классику что важно и можно узнать что это было за важную вещь учитывая что мне тоже пришлось искать жизнь чтобы тебя вытащить это статья для школьной газеты что из каких это порт работаешь на пайги это долгая история в общем мы раздали ирис алексей и армин должны были написать статью почему пэгги пообещала вернуться в редакцию и ты думаешь ради этого стоило травиться дымом что только у тебя творится в голове кажется не на шутку разозлился я обиженно замолчала как глупый вид у него я хочу чтобы поняла что не нужно так рисковать радио таких глупостей я знаю ты прав как всегда нам пришлось ожидать снаружи пока пожарные не закончили осмотр состояния научного класса после того как мадам дала на удостоверили что со мной было все в порядке мы вернулись в школу директриса попросила мадам дала на армина эмбер зайти к ней в кабинет таким образом у нас появилось дополнительное время для отдыха я воспользуюсь случаем чтобы найти пэгги дать статью я же не зря возвращалась класс так ищем пэгги имя алекси успокаивают вели точно просто невероятно теперь больше нечего опасаться надеюсь что с армином эмбер все в порядке уверяю тебя велят с ними ничего не случилось у них даже хватило сил на ругань когда они выходили из класса так что на твоем месте я бы так не переживала ты не агара с тобой все в порядке ведет что ты вышла самый последний да со мной все в порядке не волнуйся мне нужно было просто кое-что забрать классе это немного глупо ты просто сумасшедшая крошка или просто слегка челкнутая есть такое дело так что я еще погида только на тенель догадался снять хват мне тоже стоит последовать его примеру кажется эти 45 минут были не самых приятных для моей сестры ты можешь уладить это с директрисой да но я боюсь что их с армины могут исключить из школы исключить но это же был несчастный случай может быть но даже учительница не понимает как это могло произойти их раствора были смешаны в случайном порядке они сами не могут сказать что было в их мензурке откуда ты знаешь видео безумные смеси так что меня это не удивляет так это бы не случилось да если бы она была в классе не случилось бы да они все же были крайне несмотрительные я не думаю что мы можем позволить всю вину на нее нет но можем обвинить директрису в конце концов то она захотела чтобы ты не стал видеть учительницу химии которая должна была проводить урок погоди ты тоже что напомню сервис говоришь да нет я пошутила ха 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 хотя если хорошо поразмыслить мои доводы не столь иррациональны крайним случаем ты сможешь поделиться своими доводами с мадам шерманский уверенно она их оценит по достоинству да да не для меня оставляли в школе после уроков мне уже начинает этого не хватать и ты здесь это просто невероятно представь если бы кому-нибудь этот раствор попал в лицо да точно амбер эрмин могли пострадать они совершенно безответственно следующий раз учительница должна с ним глаз не спускать или пересадить их они должны быть паре с кем-то более дисциплинированным да это хорошая мысль скажи к почему ты вышла из школы самый последний в сопровождении мальчика что-то случилось только не смесь я я возвращалась за сейчас классы статьи для пойки это не смешно ты могла за там задохнуться да правда об этом не подумал по крайней мере мне не придется снова возвращаться туда за ней кстати ты не не а по идее хотел бы отдать ей статью нет за ней кто знает может в этот момент она пишет статью о случившемся я не удивлюсь если все это подтолкнет ее снова вернуться в журналистику может быть но я тогда пойду поищу ее до скорого так она где может писать о мелодии ири состоя из стоянности с капусин я хочу уйти отсюда успокойся опасность миновала пожарные все проверили к опасности больше нет уверяю тебя капусин слишком тяжело дышит девчонки дайте ей подышать спокойно мне кажется что у нее нервный срыв или что-то в этом роде может быть лучше отвезти ее в медпункт я не хочу идти в медпункт все что мне нужно сейчас это позвонить родителям и уйти отсюда но нужно все-таки сказать об этом директоре сини агара права тебе пока лучше пойти в медпункт я оставила девочек с капусин мне кажется она в классе пишет нет я думаю она здесь тусуют сапоги там есть тоже ее нету а где она может быть то пеги я должна теку что дать у вас получилось написать статью да это будет так просто принимая внимание с руки но мы все сделали мне решать получилось вас или нет я должна прочитать статью и утвердить ее я тогда выдержи пеги взяла у меня листики и пробежалась по ним взглядом потом начала смеяться я не вижу что здесь могло бы быть таким смешным это статья не на что не годится это просто череда предположений я не смогу это опубликовать постой ты хочешь сказать что мы все это сделали впустую мне кажется что да значит и удержишь журналистики но я поменяла мнение на этот счет последнее время здесь произошло немало интересных событий у меня появилось несколько сенсационных новостей о пожаре жаль будет молчать об этом мне осталось просто добавить последние правки тогда мне остается сказать что рада за тебя хотя если бы ты приняла это решение раньше нам всем было гораздо легче должна признать что было забавно наблюдать за тем как вы мучаетесь этой статьей постойка ты за нами наблюдала немного интересно что то за сенсационные новости может быть она знает что-нибудь готовящимся школе событиям так ладно собрание директрисы с мадам долны армина номер длилась больше времени продолженного времени нам сообщили что занятие на сегодня закончено что мы можем вернуться домой по крайней мере можно сказать что этот день был полон сюрприза самое время вернуться домой пройдемся может еще кого тут встретим нет там кто-то есть о да 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 я на это и рассчитывал ну что все еще держишься на ногах постойка ты что шел за мной следом и перестань я не какой-нибудь там психопат что тогда тебе нужно просто проверить что с тобой все нормально по всей видимости это так так что я удаляюсь ну подожди что я хотела тебе сказать спасибо что ты пришел за мной в класс это было очень мило с вашей стороны с лизандром мы не могли тебя так оставить там без тебя в школе нам было бы просто скучно а очень смешно ладно мне пора приятного вечера тебе это уже до завтра такая приятная встреча мне нужно рассказать обо всем родителям не точно примут меня за идиотку но я не могу скрывать подобные вещи я дождалась возвращения с работой всем рассказала как катя муху укусила зачем ты туда пошла взял мне за плечи с беспокойством посмотрел ты уверена что с тобой все в порядке нужно пойти в больницу чтобы во всем удостовериться ты что нам то что нам не позвонили из школы просто недопустимо я сама им позвоню я вам пристань если бы мне нужна была медицинская помощь то школа вызвала бы скорую наша учительница удостоверила что со мной все в порядке она преподает химию они медицину говорю вам со мной все в порядке если бы что-то не было не так я бы заметила что только тебе в голову сбрила у тебя нет ни малейшего чувства самосохранения я знаю что это было глупо я извините нам не нужны извинения я просто хочу чтобы следующий раз ты проявила большую сознательность она подошла обняла меня будь внимательна хорошо да твоя здоровье гораздо дороже чем какая-то статья для школьной газеты он тоже мне у меня я рад что с тобой все в порядке кажется мои родители много шокированную мне жаль причинять им столько беспокойства это послужит мне уроком нужно постараться привлекать меньше внимания школе хотя бы несколько дней я буду общаться только с друзьями вести себя сдержанно поговорить с друзьями так надо одеть другое да наверно как-то странно я выгляжу потому что так и чё там у нас есть а платьишко мне вот нравится синий голод это то что у нас еще больно можно одеть синее платье нормально такие туфля туфельки туфельки зеленые будут она меня просто ничего больше нет я и ничего не покупаю не трачу на это деньги так что так что мы чё там вернуться школу до поговорить поговорить не с кем пока что не весь народ народ чё где они все блин а а вот и капусит с тобой все в порядке да что со мной не так может быть не так вчера у тебя был не очень хороший вид а чепухака это вообще не твое дело успокойся просто хотела быть вежливой прибереги это для своих друзей а меня оставь покою ладно приберегу для друзей мне вчера было немного страшно признается мне тоже у меня теперь еще меньше желание идти на урок химии невероятно до какого состояния мы брат может довести людей слегка перегибаешь палку алексе ты не можешь завалить всю вину на армина никто и на самом деле не знает как это могло произойти и я не сваливаю на него вина я просто говорю что у него настоящий дар притягивать неприятности любом случае мне как никогда было приятно видеть лея после занятий если бы случилось что-нибудь серьезное то мы бы могли больше не увидится роза ты не слишком преувеличиваешь мы не проводили экспериментов по изобретению взрывчатки мы были недалеки от этого после этого происшествия нам бы не помешало расслабиться ммм а с братом организовали для меня пикник сюрприз мы поели на берегу озера было очень мило это действительно очень мило с их стороны может мне следует организовать когда-нибудь что-то в этом духе возможно пикничок какой-нибудь что-то довольно это чем я выпустил последний номер газеты с опозданием на день но зато я снова в деле здорово мне приятно ведь я в хорошем настроении ты еще не видела что я написала это далеко не пустая описание на которую вы мне отдали тебе как всегда чувство так-то не занимать поиггим нет это было все таки мило при условии что у вас есть чувство юмора перестань не делать такое лицо мило было с вашей стороны приложить столько усилий чтобы поднять мне настроение это сработало тем лучше я подумаю что не стоит лишать школу моего писательского таланта учитывая что не все им одарены тебя хотя бы больше нет проблем с самооценкой я просто константирую факт держи свой свежий номер и не смей мне говорить что плохо справилась с моей работой на протянула мне номер газеты которая быстро пролистала внезапно поняла почему она упомянула сенсационные новости ну что невероятно она наверно написала про нее или чем не знаю в общем что там за сенсацион сенсационная новость мы конечно же узнаем наверняка в следующем эпизоде и дорогие друзья будьте пожалуйста внимательны на данный момент эпизодов нет поэтому не спрашивайте у меня каждый день когда я запишу новое видео как только выйдет новый эпизод появится и прохождение всем спасибо за просмотр и до скорого пока пока